История появления группы «Мастер» тесно связана с рок-коллективом «Ария». В 1986 году, после скандала, произошедшего между участниками «Арии» и художественным руководителем Виктором Викштейном, в группе произошел раскол. И четыре человека покинули эту группу, а осталось двое. И организовали группу «Мастер». Первый альбом в 87-м году как раз одноименный, выходит «Мастер». Группу покинули такие люди, как Андрей Бушаков, Игорь Молчанов, я, Олег Грановский, ну и Кирилл Покровский. Еще с нами продушил такой человек-барабанщик, будущая была группа «Горький парк» Александр Львов. Мы разделились, помню, что «Горький парк», мы организовали свой коллектив. Музыканты не имели юридического права на название «Ария». И группе пришлось искать вокалиста, второго гитариста и придумывать новое имя. После ряда предложенных вариантов «Рокфронт», «Кода», «Щит и меч», ниоткуда вдруг появилось короткое и очень емкое слово «Мастер». Его придумал Игорь Молчанов во время совместной поездки в метро с Аликом Горновским. Оно прижилось, стало использоваться как логотип, похожий по очертанию на логотип группы «Ария». Нынешний вокалист группы «Лекс» Александр Кравченко говорит, смена музыкантов в определенные периоды совсем не изменила лицо мастера. Музыка, ну как, видоизменяется. Не меняется, а видоизменяется. Но это есть все равно мастер и, так сказать, человек, который хоть один раз какой-то альбом какой-то слышал, он последующий или предыдущий альбом, он узнает, что это мастер. На вопрос, какие сегодня отношения с бывшим руководителем рок-группы «Ария» Валерием Кипеловым, Олег Горновский ответил сдержанно. Ну, иногда мы встречаемся на общих, например, два года назад, 25 лет была группа «Ария». И в этом концерте в большом участвуем мастер Кипелов, «Ария», соответственно, как юбиляры, Терентьев, «Вима». Вот эти группы, которые, ну, семья Арии. Ну, на больших концернах мы иногда встречаемся. Алик Горновский – легенда отечественной рок-сцены. Он бессмертный участник и идейный вдохновитель мастера. Музыкант, начинавший свою деятельность в далекие советские времена, до сих пор продолжает радовать своих поклонников своими свежими работами. В арсенале самобытного музыканта огромное количество самых разных приемов и подходов. Он обладатель индивидуального стиля игры и характерного звучания. Одна из фишек Алика – он практически не использует медиатор. Когда играешь медиатором, становится звук более конкретный. А если играть пальцами, то звук, конечно, мягкий. Но у меня такая техника, что я пальцами играю практически так же, как медиатор. Например, я иногда использую один палец, который играет ногтем, апдаун, то есть вниз вперед. Это получается вот такая техника, как вот, ну, грубо говоря, как вот на балалайке люди играют. Вот, и по принципу еще вот так, ну, к испанской гитаре, вот, когда все пальцы играют. И вот, и звукоизвлечение, оно более плотное и таким, с подрывом струны. Это получается более четко. У музыкантов группы «Мастер» большая творческая деятельность, тысячи концертных выступлений и множество студийных работ. У группы 8 номерных альбомов и несколько лайвов. А потом работа над компьютерной игрой и детские гонки. И так же у многих есть сольный альбом. «Мастер! Мастер! 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 Мастер!» Срывая овации, устраивая аншлаги, одним лишь своим появлением, «Мастер» проводит концерты за концертами. А любители рока не отпускают музыкантов со сцены. «Мастер! Мастер!» Каждый альбом, даже с самого начала, он не похож на другой. К примеру, если на первых двух альбомах он был один и тот же состав, но второй альбом и третий, к примеру, и первый, они разные абсолютно. Я сейчас не буду стилитические называть, как они называются, но постоянно идет такой стилитический провод. Хотя музыка именно слышит, что это Мастер. В основном публика такая очень благодарная. И фэны, как бы, там, видим иногда людей там 12, 13, 16 лет, а иногда родители приходят, 50-летние родители там с детьми со своими. То есть возраст разнообразный, да? Возраст вот как с тех времен, как вот они ходили на мастер, сейчас они уже родители, там им за 40, ну и с ними дети приходят, то есть вот очень часто. Когда любители рока нашего региона узнали, что легендарная группа приедет на День молодежи в Димитров, многие не поверили своим ушам. Но мастер не только посетил шахтерский город, но и стал настоящим украшением местного байк-рок фестиваля. Стоит ли говорить, что димитровскую и красноармейскую молодежь музыканты зарядили настоящим драйвом и пели только вживую? Талантливые музыканты мастера снова удивили. Тот, кто стал свидетелем их мощного выступления, этот праздник рока не забудет никогда. Молодежи нашего края удалось прикоснуться к настоящей легенде. Будет о чем рассказать детям и внукам.